Здравствуйте, пожалуйста, мы с Вами в прошлый раз говорили о числовых характеристиках. Итак, я напомню о чем. У нас есть случайная величина. Функция, которая по определенному правилу событию ставится оркестное число. Мы с Вами понимаем, что случайная величина этой функции и есть числа, которые эту функцию охарактеризуют. Математическое ожидание – это центр Вашего распределения, да, и дисперсия – показатель отклонения от этого центра. Итак, мы с Вами говорим о свойствах дисперсии. Итак, математическое ожидание мы с Вами назвали. И поэтому у нас с Вами он разбился, когда функция распределения непрерывна, когда случайная величина непрерывная, у нее есть плотность распределения. То дифференциал от функции распределения – это как раз плотность на дифференциал аргумента. Поэтому если функция непрерывна, то мы говорим, что это будет интеграл. x, 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 x. Когда мы супровняем, да, что плотность – это производная функция распределения. А в случае, когда случайная величина дискретна, у нее дифференциалы у функции распределения существуют только в тех точках, в которых происходит вот этот вот прыжок, да. То есть мы с Вами говорим о точках, которые задают нашу дискретную случайную величину, и прыжок – это как раз дифференциал функции распределения равен вероятности попадения в эту точку. Поэтому для дискретной случайной величины у нас будет сумма поверхности, где имеется до n, либо для бесконечности, если у нас чётная случайная величина, x и это на вероятность того, что x равняется x. Это мы отожиданно. Дальше мы сказали, что дисперсия – это автоматическое ожидание квадрата отклонения случайной величины после угла автоматического ожидания. И первое сходство дисперсии – мы с Вами доказали, что дисперсию можно считать по формуле автоматическое ожидание квадрата, минус автоматическое ожидание квадрата. Это мы доказали в прошлый раз, да? Было доказано? Угу. Прекрасно. Значит, следующее сходство – дисперсия C в C равняется C в C квадрат 0 в C. Так важно. Мы с Вами говорим, что дисперсия в C в C – это математическое ожидание C в C квадрате. Помним, да, что из математического ожидания константы множеки, да? Да, поэтому вот это вот мы можем записать как C на Эмиси. И поэтому и скобки мы тоже можем вынести в C, но скобку у нас в квадрате. Поэтому мы говорим, что это математическое ожидание C в Квадрат 0 в C в C квадрат 0 в C квадрат. Значит, мы с вами показали, что константы множеки дисперсии в квадрат. Следующее сходство – дисперсия C больше или равна 0. Ну, это очевидно, да, потому что математическое ожидание C в Квадрат 0 в C в Квадрат 0 в C в Квадрат 0 в C. А математическое ожидание, если у нас случайная величина попадает в какой-то интервал, то его математическое ожидание тоже должно попадать в этот же интервал. Да? То есть это очевидно. Не очевидно – другая вещь. Если B в C равняется 0, Z следует, что B в C равняется констант. То есть мы с вами понимаем, что нулевая дисперсия возможна только у константы. Да? Давайте мы с вами это покажем. Ну, в одну сторону понятно, да? Дисперсия константы – это от ожидания C, а поскольку от ожидания константы равна просто самой константы, это получается от ожидания 2, соответственно. В обратную сторону мы с вами говорим, что если дисперсия равна нулю, то значит равно нулю – это ожидание 7 минусом C в Квадрате. То есть мы с вами говорим, что у нас будет… поскольку у нас случайная величина положительная, то, соответственно, мы с вами говорим, что C минус M, C не может быть… Вы понимаете, да? Поскольку мы считаем от ожидания квадрата, мы говорим, что это будет, ну, для дисперсия случайной величины, например, сумма C минус C, C в Квадрате, ну, а вероятность C… потому что мы с вами понимаем, что это монтажетание функции от случайной величины. И поэтому мы говорим, что либо у нас с вами был левик вот здесь вот находится, либо-то левик находится вот здесь. То есть поскольку вероятности нулями быть не могут, потому что мы с вами понимаем, что сумма вероятности должна проходить в единицу. Значит, ноль у нас вот здесь находится. И, значит, мы с вами говорим, что для любого P равняется монтажетанию Аксиитова, а монтажетание Аксиитова – это константа. И поэтому мы с вами говорим, что, значит, наша случайная величина не является случайной величиной, а является константой, то есть она никуда не двигается. Как только она с первым от ожиданиями так начинает отклоняться, у меня тут же появляется положительная дисперсия. Поэтому вот этот вот важный факт надо осознать, да, что дисперсия всегда не отрицательная, а если она равна 0, то случайная величина уже не случайная константа, она уже остановилась на месте и перестала отклониться от своего центра. Дальше мы с вами говорим четвертое. Дисперсия с серией цены равна dc. То есть параллельный перенос на константу нашей случайной величины никак не влияет на дисперсию, да. Но с точки зрения такого вот общего ощущения, вам должно быть это понятно. Если у вас есть случайная величина, которая как-то колеблется, вы ее взяли, все вместе перенесли на константу. У нее это колебание такое было, такое осталось, да. Она колеблется вокруг другого центра. Но вот если все значения случайной величины перенести, ничего с точки зрения дисперсия, ничего не поменялось. Давайте так скажем. Ребята, дисперсия с серией цены, это матожидание с серией цены и минус матожидание с серией цены в клаверации. Ну а матожидание цены всегда равняется цены мимо матожидания. Поэтому мы говорим, что вот это матожидание, вот это мси плюс мс, то есть это мси, потому что матожидание константа равно констант. А если же мы с вами говорим, что вот эти вот константы сокращаются, и у нас остается матожидание си минус мси. Понимаете, да, вот эта константа, она ничего не добавила. Следующее свойство. Вот это мы с вами опять упираемся в понятие независимости, которого у нас еще не было, и которое я могу определить после того, как мы с вами начнем говорить о многомерных случайных величинах. Поэтому вот это пока для использования, но пока без доказательств. Да, мы к этому еще вернемся и докажем. Но в свете того, что сказано, давайте мы с вами... Вот теперь я с дольчика и запишу. Дисперсия. Си минус это? Си и это. Независимая. Все равно будет тексидюнг-с. И это тоже очень понятно. Потому что если у вас замечательная величина независимая, то дисперсия си плюс минус это, у вас сумма благодарит случайной величины, будут равняться дексидюнг-си плюс дисперсия минус это. Потому что дисперсия сумма равняется сумме дисперсии. Но константы как вы ностесь дисперсии? Квадратные. Поэтому мы говорим, что она декси плюс минус единице. И поэтому никаких минусов в дисперсии появиться не может. Ну потому что вы понимаете, да, если вдруг случайно у этой дисперсии будет отрицательная, в смысле дисперсии будет больше, чем дисперсия си, у вас получится отрицательная дисперсия разница, чего быть вообще не может. Дисперсия всегда положительная. И поэтому, то есть эта случайная величина имеет право существовать, любая, да, но если вдруг у дисперсии у этого больше, то тогда если вы поставите минус, то получится глупостный у нас, да. Итак, дисперсия всегда, вот если вы складываете, вы читаете случайную величину, дисперсия всегда суммеется. Все, наверное, про дисперсию мы с вами все сказали. Давайте мы теперь поговорим о стандартных случайных величинах. Те группы, у которых уже вчера был семинар, все уже осознали, насколько это полезно. Те, у кого семинар еще только будет, сейчас надо включиться в это дело. И в семинаре, на самом деле, будет понятно, насколько полезно знать стандартные идеи. Итак, давайте мы с вами поговорим о стандартных делениях. Мы начнем у нас дисперсия. Первая, это так называемая вырожденная эдлиния. Это когда все равняются какой-то констанции. Ну, понятно, что ее можно трактовать как случайную величину, которая принимает значительную ценность вероятность 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 вероятности. Да? И тогда понятно, что если такая случайная величина, то вот ее закон распределения от ожидания будет равняться констанции, весь с мной, ее дисперсия будет равняться чему? Конечно, пожалуйста. Следующее стандартное распределение называется индикаторами. То есть мы говорим, что наше заключение величина индикатор появление события кого-то А. Итак, наша случайная величина, она создается вот таким образом. Она равняется либо нулю, либо единица. Единица, если событие А произошло, и нулю, если событие А не произошло. Да? Мы понимаем, что это действие должно быть ПА, да? Если событие А произошло, и нулю, если событие А не произошло, поэтому единица и минус ПА. Масематическое ожидание этого индикатора будет равняться единице на вероятность единицы плюс ноль на вероятность нуля, поэтому просто вероятность события А. десертия будет равняться математическое ожидание и квадрат минус математическое ожидание и квадрат. И квадрат у нас с вами будет случайная величина, которая тоже принимает значение 0,1, ноль с вероятностью единицы минус ПА, единица с вероятностью ПА, поэтому мы тут говорим то же самое. ПА-ТА минус ПА-ТА если мы ее вынесем, это ПА-ТА, у нас с вами получается ПА-ТА на единицу ПА-ТА. Обычно, если ПА-ТА назвать просто вероятностью ПА, а вот это тогда соответственно вероятностью ПА, так как мы привыкли в схеме вернули, у вас есть успех с вероятностью ПА, события произошли с вероятностью ПА, и они произошли с вероятностью ПА. То, понятно, здесь у нас с вами будут то, что я, а тут у нас и у нас будет репутат. Может быть, так проще запоминать. Следующая случайная величина называется геномиальная геномиальное распределение. В тех случайных величинах, которые мы уже выписали, понятно, что сумма вероятности везде видно, что равняется единице, поэтому я на это отдельно акцент не ставила, мы с вами прекрасно понимаем, что задана случайная величина, потому что задано значение и сумма вероятности равна единице. Тут она всложно у нас вероятностью единиц, тут их две, и сумма, понятно, что тоже дает единицу. Следующее распределение биномиальное. Были бы биномиальное распределение. мы с вами говорим о схеме вернули. Я надеюсь, что все уже понимают, о чем это. Это последовательность независимых экспериментов, вероятность успеха и вероятность неудачи у нас от эксперимента к эксперименту не меняется, и успех или неудачи в каждом эксперименте никак не влияет на остальные вероятности успеха и вероятность. Мы говорим о последовательности цикленно-бинозависимых экспериментов и случайная величина цикленно-бинозависимых на все имеющие термиальное распределение в разбитании вернемся. Здесь мы проводим n эксперименты и случайная величина наша это число успешных экспериментов. Вероятность того, что x равняется к мы с вами принимаем все, если мы провели n эксперимент вероятность того что мы проводим экспериментов то сколько из них может быть успешными вообще от 0 до n то есть мы говорим что нашу а возможно от 0 до n все целые значения от 0 до n нас с вами абсолютно устраняем поэтому мы должны проверить задали ли мы таким образом законы распределения если наша случайная речна принимает значение от 0 до n случайная речна принимает значение k с вероятностью c равен k вот сейчас становится понятно почему это распределение называется биномиально вот эта сумма это что такое бинома ньютона конечно у нас с вами просто лишь мы у ньютона поэтому мы говорим что это p плюс у в тех веках это разложение бинома ньютона поскольку у нас p вероятность успеха в эксперименте в одном мы считаем вернули а ку это вероятность не дать чтобы плюс ку будет равняться чему единицы поэтому мы говорим что это у нас единицкая единица будет против единицы и мы с вами говорим что мы задали закон распределения то есть мы перечислили все возможные значения случайной речи мы задали все их вероятности и мы проверили что сумма вероятности равняется единице следующим действием мы хотим посчитать на дождание дисперсия в принципе у нас все есть у нас есть значение у нас есть вероятности и если хочется посчитать сумму значений на вероятности ну наверно это можно сделать по множеству но как минимум это неудобно поэтому мы с вами схитрим мы с вами попытаемся воспользоваться свойствами модожидания например мы с вами знали что модожидание суммы всегда равняется сумме модожидания давайте мы с вами свою случайную величину психи представим как сумму по нашему эксперименту мы проводим n экспериментов и сумму индикатора и 2 эксперимента мы с вами говорим что или эксперимент успешен с вероятностью была и неудача с вероятностью была для любого эксперимента из наших n экспериментов можно задать вот такой индикатор понятно что индикатор становится единицей только если эксперимент успешен поэтому если мы посуммируем по всем n экспериментам эти индикаторы то у нас как раз получится число успешных экспериментов то есть наша случайная величина число успехов в серии n испытаний ну а тогда мы можем легко посчитать автоматическое ожидание наше учебное учебное как выжиманическое ожидание суммы или индикатор поскольку мы с вами знаем что модожидание суммы равняется сумме модожидания мы имеем право сказать что это будет сумма, а и объединяется модожидание или индикатор а у нас с вами как-то там еще даже есть теортом а даже до индикатор равной вероятностью успеха то есть мы говорим то есть сумма b и 1 а n значит p вероятностью успеха мы говорим, да? единиц на прописи ну мы суммируем мы на раз это p поэтому получается интересно нет? понял что вам не нравится в слух спросить? что за индикатор? что? что за индикатор? индикатор это случайная величина которая происходит принимает значение единица если произошло какое-то событие и 0 если это событие не произошло у нас индикатор успеха будет в эксперименте то есть мы с вами говорим что этот индикатор успеха он равняется единице если и это эксперимент успешен и 0 если и это эксперимент неудачен мы с вами говорим о схеме вернули поэтому для любого эксперимента вероятность успеха b и вероятность неудачи у от ожидания индикатора это единица на b плюс 0 на b то есть b и поэтому мы с вами говорим поскольку случайная величина наше число успехов можно представить как сумму индикатора то есть вы единицу получаете только когда эксперимент успешен поэтому суммируете вы число успешных единичек и 0 умножаете на остальные эксперименты поэтому вы говорите что кси это у вас сумма индикаторов от ожидания сумма равняется сумме от ожидания от ожидания каждого равняется b поэтому мы суммируем в этот раз это b и случайно мы говорим о дисперсии и тоже говорим что это дисперсия сумма индикаторов поскольку наши индикаторы являются мы говорим о схеме вернули мы говорим о том что эксперименты независимые индикаторы являются независимыми случайными величинами потому что мы находимся в схеме вернули поэтому мы имеем право сказать что дисперсия сумма равняется сумме дисперсии индикаторы витами независимые условия схемы вернули это последовательность независимых экспериментов поэтому индикаторы эти выток экспериментов тоже являются независимыми и таким образом мы имеем право сказать что дисперсия суммы равняется сумме дисперсии и опять-таки мы с вами посчитали дисперсию индикатора она равняется под курс и поэтому мы говорим что у нас будет сумма парир от единицы даже этих под курс и так и так идем дальше следующее стандартное распределение это распределение гипердиометрическое распределение возникает в ситуации когда у вас есть какой-то набор состоящий из объектов и там содержатся объекты первого типа и соответственно первыми объекты вторые то есть мы с вами имеем там я не знаю белые и черные шарики мальчики и девочки в аудитории там стандартные и нестандартные детали все что угодно то есть у нас есть какие-то два типа объектов их всего инштук и из этого множества объектов мы выбираем один объект и наша случайная речка си число первого типа мы с вами говорим о том что почему нельзя трактовать этот объект в иноменте тоже можно говорить что есть объект первый и второго типа У нас с вами есть вероятность взять объект первого типа, есть вероятность взять объект второго типа. Допустим, первый тип у нас успех, второй тип неудач. Почему нельзя воспользоваться вот этой вот формулой? Потому что в схеме Вермоле у нас последовательность независимых экспериментов. И, например, условная вероятность вытащить второй шарик белый при условии, что первый белый, она будет ровно такой же, ровно так же, вероятность успеха. А здесь, если мы первый шарик вытащили, первый объект вытащили из множества первого типа, то второй объект уже выдастся к другой вероятности. У нас с вами будет Демнинг, 1,1,1,1. А где вероятность вытащить второй объект тоже первого типа? Поэтому мы с вами говорим, что схема Дермолея не работает. Схема Дермолея в такой ситуации работает, если у нас выбор не сразу всех N объектов, а если мы выбираем их с возвращениями. Если второй шарик мы вытащиваем из того же коробки, да? То есть если у нас есть, допустим, белый печеный шарик, и мы вытащили первый шарик, посмотрели его цвет и дальше положили на место, и потом вытащили второй шарик, то тогда это вот этот республика. А если мы с вами вытаскиваем эти объекты все сразу, то тогда мы говорим о гипергеногерическом распределении. Итак, вероятность того, что C равняется A. Она считается, мы с вами говорим, что всего N объектов мы можем вытащить C, N, B, N возле. При этом исходы благоприятные нашему событию, чтобы вытащили ровно K объектов первого типа, вытащили, значит, свой K шарик вытащили здесь M из объектов первого типа, а остальные N это что, ну, даст вам из остальных, M объектов. К сожалению, понятные вещи на этом заканчиваются. Нет, я буду абсолютно серьезно, потому что даже сказать, какие у нас карты принимают значения, мы не можем. Потому что, смотрите, допустим, у меня нет белых шариков, 100 и черных. Я вытаскиваю 5 шариков, сколько из них может быть белых? 0 или 1, да? А если, наоборот, у меня 100 белых шариков и 1 черный, то сколько из них может быть белых? 5 или 4, да? И понятно, что вот это вот количество возможных исходов, оно зависит от того, чему равно M, чему равно M и чему равно M вот это. Да? Поэтому мы с вами говорим о K всех возможных для вашего набора. И поэтому нам, например, тяжело выписать эту сумму, да? Хотя мы точно знаем, что если мы возьмем все возможные K, то сумма в единицу придет. Мы с вами задачки неоднократно это все проверяли. Поэтому мы с вами предполагаем, что K у нас все возможные, но при этом как считать математическое ожидание? Мы с вами должны просуммировать по всем возможным K. А по всем возможным K суммировать не можно, потому что мы не знаем, какие из этих K возможностей. Поэтому опять-таки демон мы идти не можем. Нам придется взять индикаторы вот из этих они объектов, индикаторы того, что ИД объект первого типа. Итак, индикатор ИД это индикатор ИД объекта. Из наших, из вот этих вот N, которые мы с вами делаем. Вот, то есть мы с вами понимаем, что у нас в основном мы разложили эти N, которые, да, старые бывали, первый, черный, второй белый, тогда это первый тип, второй тип, мы можем это все записать. Когда, значит, случайно начиналась сумма, будет равняться сумма индикатор. Но при этом, в отличие от вот этой вот замечательной формулы, когда у нас индикаторы были независимые, здесь мы с вами понимаем, что индикаторы зависимы, потому что мы, например, четко знаем, да, что индикаторы, если вероятность того, что ИД 2 равняется 1, то есть второй объект у нас 1 типа, при условии, что И1 равняется 1, у нас с вами уже равняется 1, мы понимаем, что иначальная вероятность ИД 2 равняется 1, но у нас вероятность того, что второй шарик у нас 1 типа, второго объекта 1 типа, почему равняется? Вспоминаем. Мы с вами, если помните, на одной из первых лекций избирали пример по очереди за билетами на экзамене, да, и мы с вами посчитаем тогда, что вероятность вытащить хороший билет не зависит от вашего номера в очереди, а зависит от того, какие билеты для вас хорошие, какие плохие. То есть, если у нас с вами М хороших билетов, а М билетов всего, то, какие бы в очереди вы ни стояли, все равно вероятность вытащить хороший билет будет М билет на экзамене на экзамене. Найдите эту задачу, я просила восклицательные знаки на ней поставить, потому что мы к ней возвращаемся. Итак, мы предполагаем, что это заказная, М билет на экзамене на экзамене. И они, понятно, что не равны. И поэтому мы с вами говорили, что индикаторы являются зависимыми случайными величинами, потому что, например, вот эти события для них зависимы. Итак, индикаторы зависимые. И поэтому мы, например, не можем сказать, что дисперсия суммы равняется сумме дисперсии. Но зато мы можем сказать, что мотажетания суммы равняется сумме монтажедания. Поэтому начнем с мотажетания. Мотажетания psi равняется монтажетанию сумме индикатора. Разве эти суммы, мы отожиданим индикатором. Поскольку мы с вами помним, что для любого индикатора, не обязательно первого, второго или десятого, любого индикатора вероятность успеха, это имя деленное на n, вероятность того, что индикатор равняется 1, поэтому отожидание индикатора будет равняться вероятности. И поэтому мы сумел n раз, по сути, 1 тоже. Итак, отожидание вот у нас с вами рассчитано. Дисперсию надо ждать. Итак, наша дисперсия оксины. Будет равняться дисперсию суммы индикатора. При этом мы понимаем, что это не равняющие суммы дисперсии, потому что они зависимы. Поэтому нам придется как-то страдать, так как в лоб это все считать. Мы понимаем, что дисперсия исключения индикатора равняется с мотопедания квадрата суммы и и в квадрате, минус мотопедания суммы и и в квадрате. Вот это мы знаем, это равняется у n на 1. То есть нам ее надо только в квадрат возвести. Ну это вот то, что мы посчитали, это мотопедания нашей случайной величины. А вот это придется считать. Давайте вспоминать, чему равна сумма в квадрате. То есть у вас есть а плюс буты в цель. Если вы готовите ее в квадрат, что получается? А квадрат. А квадрат. Б квадрат. Ц квадрат. И произведение. Мне удобно, чтобы это было а на b, плюс b на а, плюс а на c, плюс c на а, плюс b на c, плюс c на а. То есть мы говорим, что у нас есть квадраты и есть произведение случайных величин. Поэтому я говорю, что это будет не тематическое ожидание. Вот эту сумму я называю, скажу, в квадрате. Будет сумма по е от единицы до n и и т в квадрате, плюс сумма по всем е от единицы до n. Но и не равно ж. И я говорю, что это будет и. И т умножить на и и. Минус. 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 Индикатор принимает значение 0 и единица. Индикатор в квадрате 0 и единица. И по сути мы тоже здесь записываем вероятность того, что индикатор равен единице. Поэтому мы говорим, что у нас будет мат ожидания. Так, мы сейчас имеем право. Я перескочила. Сейчас имеем право сказать, что мат ожидания суммы равняется сумме мат ожидания. Поэтому мы говорим, что это будет сумма по е от единицы до n на мат ожидании и квадрата. Плюс вот эта вот двойная сумма по е от единицы до n, по g от единицы до n и не равная g. Вот здесь вот это будет вероятность того, что и квадрат равняется единице. Вот здесь вот это будет вероятность того, что произведение равняется единице. А произведение индикаторов когда равняется единице? Когда оба равны единице. Поэтому мы говорим, что тут это будет вероятность, что и равняется единице. Соответственно, m на m. А здесь у нас с вами будет вероятность того, что произведение событий и и т равняется единице, и и жритая равняется единице. Давайте мы ее... Я просто боюсь, что если я сам буду писать, никто не увидит, поэтому давайте мы ее читаем отверстия. Итак, нам хочется подставить... Мы хотим посчитать вероятность того, что и и равняется единице, и и жритая равняется единице. Поскольку события зависимы, мы помним, что вероятность произведения событий равняется вероятности одного на условную вероятность другого. Да? Вот здесь мы говорим, что вероятность того, что и и т равняется единице, умножить на условную вероятность того, что и жритая равняется единице, при условии, что и и т равняется единице. И т равняется единице, если один уже точно объект первого типа, да? Мы один объект уже взяли. Да? У нас с вами остается условная вероятность всего благоприятных исходов по минус один, потому что и это уже точно объект первого типа, деленное на все исходы, тоже без одного. Мы с вами вот из этой корня один объект первого типа. И считаем условную вероятность того, что жритый первого типа, при условии, что единице первого типа. Поэтому мы с вами говорим, что вот эта вероятность, соответственно, считается вот так. Теперь нам осталось это все подставить. Значит, у нас вот эта вероятность плюс сумма, можно я в одной напишу, и жритый, и не равен, как жритый, единицы до n, m на n, m-1, 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 m-2, m-2, m-1, m-1, m-2, m-2. Мы с вами говорим, что здесь у нас с вами слагаемых в этой сумме сколько слагаемых? Сообразите, мы суммируем по всем, мы суммируем по всем, да, мы суммируем по всем n, и по всем i, и по всем g, но диагональ убираем, да? То есть у нас получается n квадратный минус n, либо n на n-1, плюс m на n-1, m на n, m-1, 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 m-2, m-2, m-2. Теперь это надо просто перечитать, то есть по сути дисперсия у нас уже посчитана, а нам ее надо записать в таком виде, чтобы логично на руках тоже упоминать. Поэтому мы за скобку выносим n, n на n, в скобке у нас остается 1, плюс m-1 на n-1, m-1, 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 m-2, m-1, m-2. Чтобы это было красиво, мы с вами сделаем вот что. Мы с вами вот это вот раскроем. Во-первых, мы перейдем все к общему знаменации. И поэтому у нас с вами вот здесь вот получается nn-1, n2-n, плюс n на n-n, это я умножу n на n-1. И вот это наоборот раскрываем, на n и минус n на n плюс n. И еще у нас получается n на n и на n-1. Ну и теперь смотрите, у нас с вами вот это вот минус n, плюс n ушло. n, если вынести за скобки, то будет n-n. n, мы же умножаем. n на n-1. Небольшое, да. Спасибо. Спасибо. Так, вот здесь правильно, да, мы с вами будем n. И когда мы с вами говорим, что мы выносим n на n-n, вот это вот вот, значит, у нас группировали. Дальше у нас с вами минус n-n. Так, мы придемся вот здесь тереть. Я надеюсь, что у вас будет еще записано. А дальше правильно? Дальше тоже неправильно. Потому что N на N минус N большое. Так, проследите, чтобы все было хорошо. Итак, значит, N минус N. Все правильно, N квадрат минус N. Здесь мы домножаем на N большое. Поэтому N N большое минус N большое на N. И минус N N большое и плюс N большое. Правильно? И здесь N N на N минус N. Все хорошо. Дальше мы с вами группируем. Дальше у нас с вами минус N и плюс N уходят. Дальше у нас с вами получается N минус N надо вытащить. Значит, мы с вами собираем N и получается у нас с вами фото. N на N идут N на N на N. Вот эти вот уходят. А если N вытащить, у нас остается N минус N. А вот оттуда получается минус N на N плюс N. Так, это мы вот эти вот собрали. И больше у нас в случае не осталось. И N минус N мы теперь можем вынести за скобку. И то, что остается, это у нас с вами N. И вот в таком виде это более-менее я запоминаю вам. Потому что у вас N на вероятность того, что у вас объект первого типа. На вероятность того, что у вас объект второго типа. И вот эту ерунду надо запомнить. Я принесла на N на N. Да, по сути все остальное очень логично. И так, значит, для идут объект личного типа. И я не могу с вами чуть-чуть. Вероятность того, что C равняется A. Это C из N. То есть N минус N. То есть N минус N. То есть N минус N минус N. Так, у нас сегодня вот эти вот коробки. Посмотрите, N минус N. И N минус N. Второй тип. Мы с вами выпешили N минус N на R А куда с obrigadaese N на N на? То есть N минус N минус N минус N. на первое распределение и так будем с вами гипергеометрическое распределение следующее распределение мы с вами четвертая пятая это мы с вами рассмотрим геометрическое распределение геометрическое распределение тоже связано со схемами Мернули но мы проводим опыты в схеме Мернули до первого неудачного мы проводим опыты до первой неудачи случайная личина имеющую геометрическое распределение это число. Мы с вами говорим, что в схеме дырной у нас есть P вероятность удачи, Q это вероятность неудачи, и мы понимаем, что каждый следующий эксперимент мы проводим с вот этими вот вероятностями, они у нас изменяются, и тогда мы с вами говорим, что наши силы какие значения может принимать. Мы можем провести один опыт, и он сразу будет неудачным, и тогда мы дальше делать ничего не будем. Можем провести два опыта, и так далее, можем провести Q опыта, и вообще говоря, чем это неограничено, потому что, в принципе, у нас каждый раз есть не нулевая вероятность, что все опыты успешные, и следующие тоже успешные. Поэтому мы с вами говорим, что наши кси принимают все возможные значения от единицы и до бесконечности. Вероятность того, что кси равняется камерам. Это значит, мы первый к минус 1 опыт провели успешный, то есть у нас будет P от стены, к минус 1. А последний опыт должен быть неудачным с вероятностью спорта. И тогда мы с вами должны попробовать посчитать сумму этих вероятностей, чтобы убедиться, что то, что мы получили, закон распределения. Итак, мы считаем сумму, как ка объединиться до бесконечности, вероятность того, что кси равняется ка, и это будет сумма P в сеть не к минус 1 умножить на п. Ну и вот здесь, вот все должны эту сумму знать. Когда у вас каждый следующий член, посмотрите, ка это b в сеть не к минус 1. Если я хочу к плюс первую член посчитать, то это будет п в сеть не к на п. То есть каждый следующий член получается умножением на п. То есть такая последовательность называется геометрическая прогрессия. Она у нас получается умножением на п, на вероятности, поэтому у знаменателя этой геометрической прогрессии число P, число меньшей единицы. И значит, это геометрическая прогрессия сходящаяся, да, ряд у нас сходящийся. И надо вспомнить из школы сумму геометрической прогрессии. Первый член на один минус 1. Поэтому мы с нами говорим, что первый член при каранном единице у нас будет п в нулевой степени на п, а единица минус знаменатель в нашем ситуации это число п, на которое мы каждый раз умножаем. И поскольку мы с вами понимаем, что q это единица минус п, а п это единица минус п, мы получаем единицу. И таким образом мы с вами показываем, что мы задали закон распределения. И распределение называется геометрическим, именно потому что оно сходится в эту геометрическую прогрессию. Хотелось бы посчитать от ожидания дисперсию. И здесь это особенно важно, потому что, ну, потому что я так понимаю, что у вас ряды были не очень хорошо представлены на первом курсе, поэтому каждый раз считать эту сумму ряда вам будет тяжело. То есть сейчас мы посчитаем для того, чтобы вывести эти формы. Итак, мы хотим посчитать наименатическое ожидание нашей случайной личной кси. Это будет сумма, пока единица в бесконечности, значение на вероятность того, что кси роняется к. В этот раз мы считаем блок от ожидания просто по определению. Мы с вами понимаем, что это будет сумма, пока единица в бесконечности, к, на кое в степени к не и все было бы шикарно, если бы не это к. Мы с вами прекрасно понимаем, что из-за того, что вот здесь к, мы не имеем не геометрическую прогрессию, а какую-то ерунду. Поэтому нам бы хотелось бы привести это дело к геометрическому прогрессию, а для этого нам надо вспомнить это понятие как функциональный ряд, про который я не очень любит, что у вас это было. Но, тем не менее, давайте я подцепить вам объясню. Итак, то есть у нас есть функция fx, которая равняется сумме, пока единица в бесконечности, а на жалк и в степени ка-ми. То есть я записала по сути то, что у меня здесь написано, только вместо какой-то константы вероятности я взяла переменную x. Если я говорю о функции, то функцию можно интегрировать и дифференцировать. Потому что, например, мы с вами понимаем, что дифференциал от суммы равен сумме дифференциалов и интегралы от суммы тоже равен сумме интеграла. Поэтому ряды flavour мы имеем право дифференцировать, интегрировать. Если это явно остается с повешностью. Мы с вами понимаем, что то, что здесь написано, Это производная от того, что нам хочется. Это d или x, как и степень. То есть это вот просто ровно то, что нам бы хотелось, то, что нам удобно, к примеру. Поэтому я говорю, что моя сумма – это сумма производных. Если вас дифференциалы пугают, я могу штрихи писать. Вам не пугает вот такая запись, а вам штрихи хочется? Давайте штрихи поможем. Мы с вами понимаем, что сумма производных равна производной сумме. Вернее, наоборот, обычно используют. Но нам сейчас хочется эту производную вытащить. Поэтому мы говорим, что эта сумма штрихи – такая, в принципе, живет. Потому что производная сумма равна сумме производных. А вот этот ряд мы суммировать умеем, потому что это геометрическая прогрессия. Если у нас x меньше единицы, а он у нас меньше единицы, то этот ряд сходится. И, значит, мы имеем право его просуммировать и сказать, что это будет первый член пригоранном единицей перед, деленный на единицей минусе. Вот таким образом сумма мы посчитали. И осталось посчитать только пригоранном. Мы с вами говорим, что это будет производная членителя. производная единица на знаменатель минус производная знаменателя минус единица на числитель. Зеленая на квадрат знаменатель. Итого получается единица, деленная на единицей минус квадрат. И таким образом моё одожидание, вот здесь вот, оно равно сумме, ну вот если k вынести за скобку, то у меня остается вот эта вот функция от переменной p. Та функция, которую я уже посчитала. Да? Тот самый ряд, который у нас с вами был. И поэтому вместо x я подставляю p и выводю, что это будет q, и вот она 1 минус p квадрат. А дальше я вспоминаю, что p и q в сумме дают единицу, поэтому 1 минус p, это будет как раз q. И таким образом я могу сказать, что это q уделенная. Шмаку квадрат. Здесь единица. Итак, ура, мы с вами посчитаем, что мы отождаем. Дальше мы хотим посчитать дискетку. Дальше мы хотим посчитать дискетку. Итак, дискетку. Дальше мы хотим посчитать дискетку. Дальше мы хотим посчитать дискетку. 2 квадрат. То есть мы с вами будем с этой гораздо econômой. Как раз уделить, что есть квадраты с конечностью 2 квадрат. Но вероятность того, что чё минус k равно к plus? Ну и ровно с того, что x равняется квадрат с коэффицией в один и в один. 2 квадрат. Итак, мы с вами говорим о том, что нам надо посчитать вот этот рел, и опять мы с вами пойдем тем же путем, мы будем в новую конкурсию, которая равняется с к, к, к? к, к? к, 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 к? и опять мы с вами понимаем, что это производная, но на этот раз от чего производная? Почти то, что нам хотелось, это все перемешалось. Поэтому мы говорим, что сумма производных равняется и производные суммы. А суммировать мы умеем вот такой ряд, чтобы степень была к-1. Что делать? Ну, взять и вынести 1x, да? Мы с вами 1x всегда вынесем, и здесь будет та самая наша к-1 степень. Но зато этот ряд мы умеем считать. Вон он, единица на 1,5 в квадрате. Поэтому мы говорим, что это будет x умножить на наш вот этот ряд подсчитанных. И делите, деленный на 1,5 в квадрате. И осталось как производный результат. Берем производную. производная числитель, это единица на 1,5 в квадрате. Минус производная заминатель x умножается на производную заминатель. Производная квадрата 2 на 1,5 в квадрате. И производная 1,5 в квадрате. И мы делаем, что это будет. И мы делаем, что это будет. И смотрим, что остается. Остается у нас в квадрате. Минус x плюс 2x. Делаем на 1 минус x. И дальше мы подставляем сюда. мы с вами думаем, что нужно вынести за скобку. То будет наше g и x равна нашей вероятности. Главное. Наши рецепты вот на вот это. 1 плюс 2. Ну, понятно, что 1-p это как раз у, поэтому у сокращается, остается у квадрата. Это в дисперсии. Ну, и с вами. Ну, вот геометрическое распределение. Понятно, что в ситуации, если вы его узнаете, то вы можете пользоваться готовыми формулами. Здесь проблема обычно в успехах и неудачах. То есть у вас геометрическим распределением называется число опытов до первой неудачи. Геометрическим распределением называется число неудачных опытов до первого успеха. Геометрическим распределением называется число экспериментов, которые произошли перед тем, как эксперимент стал успешным. То есть вы можете считать не все эксперименты вместе с этим последним, удачным или неудачным, а те, которые произошли до того. То есть именно число успехов, которые произошли до первой неудачи. И понятно, что они все немножечко по-другому считаются, но тут надо опять-таки использовать, то есть если вы запомнили одну вот эту формулу, то все остальное легко под нее подгоняется, если вы понимаете, что в вашей ситуации называется успех, что в вашей ситуации называется неудача. Или, например, если вам надо посчитать число опыта до первой неудачи, а если мы говорим именно об опыте успешных, число успешных опытов до первой неудачи, то тогда понятно, что ваша случайная величина будет на единицу меньше, чем кси. То есть вы прямо так и говорите, что это число успехов произошло перед первой неудачей, это случайная величина, это, которая равнится к си минус 1. И тогда, используя свойства матажа, вы можете посчитать матажа, да, используя свойства дисперсии, вы можете посчитать дисперсию, если это равняется к си минус 1, то дисперсия у него какая будет? Такая же, да, потому что мы понимаем, что дисперсия от этого параллельного переноса на единицу не меняется, а матажа не поменяется, да, мы с вами будем говорить, что матажа до си минус 1, это будет вот это минус 1, да. То есть мы с вами всегда можем, если вот эти формулы помним, то мы легко можем перестроиться к другим распределениям вот этого вот типа геометрического типа. Еще одно дискретное распределение, которое вы должны знать, это распределение флассов. Итак, деление флассов — это такая исключаемая личина, которая принимает значение, как минимум, веки виснования в свете. Свероядность виснования в свете, свероядность в свете, свероядность в свете, свероядность виснования в свете. У нас считается, как миллианда в среднем раме, в среднем раме, и в аналогаха, в период. Миллианда параметра в среднем раме. Итак, формулу я надеюсь все узнали, потому что эта формула у нас объявляет в предельном теореме Плассона в предельном случае из феномиального распределения. То есть, если у нас есть феномиальное распределение, при этом мы проводим бесконечно много диодика, и вероятность успеха у нас бесконечно маленькая, то получается как раз вот эта вот формула, если я выравняю теоремию Плассона. Вот, поэтому понятно, более-менее, откуда это берется. По сути, но при этом это распределение, которое просто имеет правду существования, потому что, например, сумма А А А А АА до бесконечности и вероятность того, что КС равняет к К. Она равняется сумме А А А А А А А до бесконечности нашей той же вероятности. Я –оль степени, сразу и степени н. ляма, зеленая степени. Ну и поскольку Е в степени минус лямбда, от ка у нас не зависит, мы можем ее вынести за пробку. И останется у нас сумма, пока не ляда из конечностей. Лямбда в степени таза, берем накалку и ляда. И дальше, если вспомнить разложение взяты и лора, формулы стандартные, то мы должны вот это вот что-нибудь знать. Это что такое? Это не логарифт, это экспоненты, Е в степени яблок. Это разложение взяты и лора, Е в степени яблок. Поэтому у нас в ней получается Е в степени минус лямбда, Е в степени яблок. И значит мы с вами говорим о том, какое распределение может быть, потому что мы с вами задали все возможные значения и сумма вероятности у нас пришла в единицу. Да, поэтому это распределение. Нам посредством от ожидания дисплеции, потому что мы ее будем считать в свободе голоса. Давайте мы с вами посчитаем. Итак, автоматическое ожидание достижения величины равняется сумма по k-0 до бесконечности k умножить 0 в степени k и степени минус лямбда, деленная на 1. Мы с вами понимаем, что при k равном нулю первое слагаемое равное чему? Нулю, да, потому что у нас вот это вот k умножается на что-то не нулевое, а k равное нулю, поэтому из этой суммы первое слагаемое мы можем убрать. Поэтому мы суммировать будем не при k равном единице нулю, а при k равном единице. То есть мы берем что-либо. Вот k равном единице, потому что это первое слагаемое основное, до бесконечности. И теперь вот это вот k, которое уже не нулевое, можно вот здесь вот сократить. k равном единице, у нас останется k равном единице. Е в степени минус лямбда. И лямбда в степени k, но чтобы воспользоваться вот этой формулой, чтобы воспользоваться формулами экспонента, я тоже возьму лямбда, но лямбда в степени k равном единице. И таким образом получается е в степени минус лямбда за скобку ушло, лямбда за скобку ушло, и осталась сумма, пока объединиться до бесконечности, лямбда в степени k-1, деленная на k-1 факториал. И мы понимаем, что если взять k-1 на новое n, то у нас получится ровно вот эта формула. Видите, да, если мы заменим k-1 на какое-то n, у нас получится ровно эта формула. Вот это вот та же самая экспонент. Е в степени лямбда. И поэтому у нас получается е в степени минус лямбда умножить на лямбду, е в степени лямбда. Таким образом просто лямбда. Итак, для полусломственного значения мы получили данные равные очки лямбда. Давайте посчитаем дисперсию. 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 И опять мы понимаем, что у нас с вами 3k равно 0, первая слагаемая 0. Поэтому, например, уже будет единица. И одно пар сопротив. У нас будет х на яме 10х, если это минус. Яме 10. И х на яме 10х. Извините, минус. От ожидания всей этой лямбды. И нам надо это минус лямбда квадрата. Дорогу не будет терять. Его будут все время терять. Поэтому будем ее напоминать. Итак, значит, мы с вами говорим о том, что у нас вот какой-то период. И его тоже хочется как-то собрать. Поэтому что мы сделаем? Мы его забьем на 2. Это k минус 1. У нас там было k. И я еще выделю k минус 1, чтобы у меня разбилось. Чтобы сократить вот эту тему. Поэтому мы говорим, что это будет сумма k от 1 до бесконечности k минус 1. Вы можете объявить цена до 1 до 1 или бят 0. Значит, мы понимаем, что вот здесь вот тоже можно сократить, можно считать, при k равном единице у нас первая слагаемая 0, поэтому мы посчитаем при k от 2 первая слагаемая 0, и при k равном единице можно вот эту вот k-1 сократить. Поэтому мы с вами говорим, что получается сумма и k от 2 до бесконечности, лямбе в степени 2 и в степени минус 1, деленное на 2 лямбе. Здесь у нас с вами уже все хорошо, только мешается, лямбе должно быть в степени к-1. Чтобы восстановить целью формы, мы с вами говорим, что надо вынести за скопку лямбе и в степени минус 1. И тогда остается сумма, пока единицы при бесконечности, лямбе в степени минус 1, направим в степени минус 1. И еще минус лямбе в степени минус 1. Здесь у нас тоже все хорошо. Мы с вами можем вынести е в степени минус лямбе. Можем вынести лямбе в квадрате. И тогда то, что останется при n, равном k-2, будет лямбе в степени зеленая на n в степени, то есть е в степени лямбе. Здесь у нас с вами лямбе на е в степени минус лямбе вынесено. Получается е в степени лямбе, да? Потому что это лямбе в степени к-1 на лямбе, берем на к-1 в степени лямбе, и в квадрате тянется. То есть если мы квадрате с 1 заменим на n, это будет разложение в ряд теорий. Давайте я вот эту степень лямбе в степени, и сравняйтесь. Понял. Мы с вами с вами пользуемся вот этой формулой, да? Мы с вами говорим, что в первом случае это k-1 равнялась n, вот там вот у нас к-1 равнялся n, вот здесь вот у нас к-2 равнялся n, в этом случае. И так, мы говорим, это мы записали еще не к-2 равнялся n. Теперь давайте сообразим, что же мы с вами получили. Мы с вами говорим о том, что случайная величина у азоновских, это предельный случай случайной величины беномиальной. Но при этом мы помним, что в беномиальной случайной величине матожидания равняется n, а дисперсия равняется n, q. То есть пока с матожиданием все шикарно, матожидание лямбда как раз в n, p и должно быть. Да? А вот что делать с дисперсией? Почему n, p, q? Куда девается q-то? Сообразите, да? Вы понимаете, что у вас n, p, q в ситуации, когда p очень маленькая, а значит q близко к единице. Поэтому в пределе мы получаем n, p, умноженное на q, которая почти единица, поэтому тоже лямбда. Итак, вот это вот хороший способ, например, запоминать параметры у азоновского распределения матожидания и дисперсии, да? Потому что вы понимаете, что у азоновское распределение возникает как предел беномиального. В беномиальном мы с вами n, p, q все запоминают, потому что все пользуются теоремой Мавра и Лабласа, и там используется это как раз с матожидания и дисперсии. Вот, поэтому то, что мы от ожидания лямбда и дисперсии тоже лямбда, легко запоминать, потому что у вас n, p, q, где q почти единица, поэтому тоже лямбда. Ну и, наверное, мы с вами к непрерывным случайным величинам сейчас переходить не будем, а пересчитаемся. Итак, на листочке бумажки мы с вами пишем число. Число какое у нас? 13 и 4. 13? Так, 13. И давайте надеемся. На листочке бумажки. Докумацию. На листочке бумажки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...